Всем привет, друзья! Мы находимся в медицинском центре, это Евгений. И сегодня мы проведем батл между моими весами за 2900 рублей и нашим профессиональным аппаратом для измерения массы тела за 8000 евро. Евро! То есть посмотрим, как различаться будут параметры на тех и тех весах. Полетели! Давайте начнем взвешивание с маленьких вот этих весов дешевых. Встаем на них. Показывает 68,5 килограмм. Идет анализ. Друзья, вот тут у нас показали все цифры, которые нам нужны. И теперь мы сейчас переведем их в килограммы, потому что они в фунтах тут. Нам нужно перевести в килограммы и вам скажем. Значит, с маленьких весов у меня получилось мышцы 34,11 килограмм. Жидкость 59,1%. Вес без жира 55,3 килограмма. Жировая масса 19,3%. Я офигел! 19,3%? Вы серьезно? Кости 2,8 килограмма. Обмен веществ 1507 килокалорий, возраст тела 24 и висцеральный жир 5. Ну, это норма вначале там от 1 до 5 идет. Теперь встаем на 8 тысяч, так скажем, на 8 тысяч встаем и делаем измерения. Ставим на платформу. Берем электроды. Все. Все, ставим электроды, сходим. Вот мы получили все наши результаты. Ну что, будем сравнивать? Да. Ну что, друзья, я буду говорить свои показатели, Женя будет говорить свои. Вот, 8 тысяч. Давай, мышцы 34,11 килограмм. Так, у нас мышечная, чистая мышечная масса показала 60 килограмм 700 грамм. То есть, представьте, практически в 2 раза косяч от веса маленький. Ну, тут я хочу отметить, что тут показала твои желаемые результаты, то есть твою норму. И ты идеально уложился в норму, потому что норма с 54 по 69 килограмм. Да, вообще классно. Содержание воды в организме 59,1% мои весы показывают. Наш аппарат показал содержание воды 69,2%. То есть, на 10% практически ровно, да, показывает неправильно. Что очень много. Это жесть. Вес без жира 55,3 килограмма. Масса тела без жира 63,9 килограмм. Короче, на 8 килограмм косячат опять весы мои. Жировая масса 19,3%. Вот это просто пипец. Ты прямо жиробосина. Да, да, да. Потому что по нашему аппарату масса жира в твоем теле не превышает 6,3%. В 13% косяк в жире. Я хочу отметить, что тут по жиру ты не дотягиваешь до своей нормы. Потому что твоя норма от 8 до 20%. Я еще очень сухой. Я как бодибилдер, который подготовлен на соревнования. У них вот как раз вот столько процентов. Дальше. Кости. Кости. Костная масса 2,8 килограмма. Костная масса 3 килограмма 200 грамм. Ну, косячат на 500 грамм, на полкилограмма, короче. Ну, слушай, для костей это большая разница по килограмму. Обмен веществ 1507 килокалорий. То есть надо отметить, что обмен веществ это аппарат показывает, который твой нормальный, при котором ты не толстеешь и не худеешь. Наш аппарат показал 1850 килокалорий, что намного ближе к реальности. Следующий это возраст тела 24 килограмма, хотел сказать, 24 года. Ну, у нас возраст 25 лет. 25 лет, ну, четко, как мне и есть. Висцеральный жир подкожный на пятерочку тянет. Так, висцеральный жир. Пункт 1. Давайте снимем поближе и объясню такое, что пятерочка и что пункт. То есть, смотрите, от 1 идет, если по показателям весов Артура было бы 1, 2, 3, 4, 5. То есть он остается в норме, но он уже рядом с желтой границей, то есть с высоким показателем. Наш аппарат показал единицу. Еще хочу отметить, наш аппарат определил метаболический возраст внутренних органов Артура. То есть его внутренние органы составляют возраст 12 лет. 12 лет. 12-летнего ребенка. Если вы помните, что когда я ходил туда к тетке, то она меня взвешивала на весах первый, короче, раз. Я тоже это снимал. Если вы не смотрели, можете посмотреть. То там тоже 12 лет внутренние органы были. Я просто офигел. И тут, блин, это подтверждается. Я ребенок, ребят. Ребенок. У нас осталось еще много показателей, которые мы не сняли. Мы их отдадим Артуру. То есть тут такие вещи, как мышечная масса. Тут можно видеть, что, допустим, левая рука на 200 грамм по мышечной массе у него тяжелее, чем правая. Нужно качать, не знаю, правую руку. Выгонять из нее, наверное, жир. И по туловище у нас в правой руке 6,3% жира. В левой руке 5,5% жира. То есть тут можно тоже сделать выводы. Также и нога. То есть жира в правой ноге на 2% больше, чем в левой. Жестко, да? А говорят, жир распределяется равномерно. Спасибо. Ну что, друзья, вот такие вот результаты показали. То есть это вообще жесть. Вот эти весы, они примерно раза в 2-3 косячат. То есть... Но на них все равно можно хотя бы посмотреть примерный свой вес. Но доверять показателям другим я бы особо не стал. Да, это как бы вообще очень жестко. То есть лучше купить за 8 тысяч до евро. Поэтому вот, друзья, если вы хотите взвеситься, если вы живете либо в Нарвеле, либо в Усть-Нарвеле, либо где-то в Эстонии, то можете приехать. Я вот ссылочку в описании оставлю на ребят. И у них можно взвеситься, вот тут прийти. А так, спасибо большое за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok